Всем привет! Мы с Фредом. Очень рады видеть детей и взрослых на нашей третьей встрече. Здравствуйте, ребята и их родители и взрослые! Спасибо, что нас смотрите онлайн и спасибо всем, кто будет смотреть нас в записи. Ой, Фред, а у тебя в голове уже ничего не шумит? Ой-ой-ой, у тебя там всё пусто? Дай-то смотрю. Ну, конечно, Лен, я уже всё помню и всё знаю. И ребята уже наверняка всё знают, да? Ребят, вы всё знаете, да? Ну что, начинаем? Начинаем? Да, начинаем сразу с зарядки. Начинаем сразу же с артикуляционной гимнастики, а затем я попрошу родителей остаться и немного расскажу о том, что мы делаем. Спинку выпрямили. Начинаем с вами с наклонов головы. Ой, правда, что ли? Да-да-да. Делаем повороты. Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо, смотрит вниз и смотрит вверх. Удивило нынче всех? Ну что, начинаем нашу зарядку? Да, начинаем, начинаем уже! Включаем музыку! Гномы, 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 вы малюсенький народ. Все хотят большими, быть вы наоборот. Сказок вы хранители, приятели детей, а ещё любители проказ и затей. Но мы, гномы, гномы, мы малюсенький народ. И под поросиновиком каждый живёт. С бабочками в дружбе мы с лягушками в ладу. Даже голова стеки нам рады в пруду. Даже голова стеки нам рады в пруду. Но темы этим можем дать совет, как поставить добрый след. Кто вы, кто вы, кто вы из сказочной страны? Гномы, гномы, гномики, колпак да штаны. Гномы, гномики, мы в красных обочках, сушим летом на зиму, грибы на сучках. Кладем и откапываем в рот и пипочки. С ним, кто заботится, покажем вкус. Самый лучший ближний путь, Где ехать прямо на валке свернуть? Где свернуть, где повернуть? Гномы, 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 мы малюсенький народ. Все хотят большими, быть вы наоборот. Гномы, 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 мы малюсенький народ. Гномы, 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 мы малюсенький народ. Гномы, 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 вы малюсенький народ, малюсенький народ. Гномы, 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 вы малюсенький народ. Ух ты, как здорово! У нас уже получается! Да, Фред, у нас с каждым разом получается все лучше и лучше. Ну что, Фред, говорю тебе пока, а я сейчас немного посекретничаю с родителями. Ребята, пока-пока! Подержали мультик смотреть! Да, вы идете, а мы с родителями остаемся. Уважаемые родители, благодарю вас за то, что принимаете участие, за то, что делаете и повторяете. Почему мы сегодня начали занятие с шеи? Да, и всегда говорю о том, что выпрямляем спину, опускаем плечи, то есть осанка, она нужна. И обязательно важна последовательность выполнения артикуляционных упражнений. Мы начали с поворотов головы, шеи, потому что повороты головы готовят мышцы шеи, разминают их, а мышцы шеи – это периферия языка. Движения обязательно плавные, никаких рывков нет, голову не запрокидываем сильно назад, да, очень плавно повернули, вниз-назад, подготовили себя. Затем у нас с вами идут движения челюсти. И помним, что все упражнения всегда выполняются на улыбке. И мне всегда нравится выполнять упражнения с движениями, поэтому, когда мы с вами запустили марафон, вы увидели, что я сразу же добавляю движения, да, это называется артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. И еще мне очень нравится логаритмика, движение, речь, соединять. В основном вы видите, что на марафоне даются основные базовые упражнения, групп звуков. Это самые общие и основные, которые необходимо научиться делать. Мы помним, что мы всегда все делаем на улыбке. Мы учимся открывать обязательно и приоткрывать рот. А еще мы учимся и закрывать, да, и удерживать. Открыть, прикрыть, закрыть, открыть, прикрыть, закрыть. Потому что мы учимся формировать щелочку для произношения, да, разных звуков. Все. Затем мы начинаем упражнение пила. Поучимся двигать челюсть, да, упражнение для челюсти идут. Двигаем подбородком. Стучим молоточком. Тренируем жевательную мускулатуру. Затем упражнение выполняем для губ. Это улыбка, кружочек, трубочка. Выполняем упражнение 5-6 раз. Ну, максимум 8. Больше не рекомендую и вообще не рекомендуется выполнять 10-15 раз. Нет, не нужно. Нужно выполнять с удовольствием. Нужно выполнять с желанием. И самое главное выполнять правильно. Правильно. После каждого упражнения мы обязательно расслабляем, мы обязательно отдыхаем. Губы как можно расслабить, да? Мы фыркаем. Поцелуй. Для губ делаем упражнение рыбка. Можно почесать губы. Верхнюю, нижнюю. Учимся делать упражнение верхний кролик, нижний кролик. Это показываем. Нижние зубы, показываем верхние зубы. Затем переходим уже к основным базовым упражнениям. Это для языка. То, что мы делали с вами под музыку, добавляли в движение. То есть мы пошлепываем наш язычок, да? То есть мы его расслабляем. Печем блинчики, да? Сплевываем с язычка. Затем можно покусать на улыбке язычок. Делаем упражнение качели. Это можно делать внутри рта, а можно делать снаружи. Оближи губу. Чашечка. Болтушка. Маляр. Пощелкать. Нижняя челюсть у нас не должна ходить ходуном, да? Достаточно сложное упражнение для детей. Супер. Продвинутый уровень. Это когда уже ребенок умеет делать грибок, да? Присасывать язычок к нему. И затем уже делаем упражнение гармошка, если все супер у нас получается. Такие вот основные упражнения. Соблюдаем последовательность упражнения. Арктикационной гимнастики могут быть статические, могут быть динамические. Мы их чередуем. Используем разные упражнения, разные для разных звуков, для разных групп звуков. Но это уже будет другая история. Это будут другие занятия. Если будет желание, организован такой курс, например, отдельная гимнастика для шипящих, отдельная гимнастика для сонорных, для свистящих. Если есть такие проблемы, пишите, обращайтесь. Обязательно создадим такой марафон в закрытом канале, где будем выполнять именно эти упражнения в течение трех месяцев. И вы увидите, что подготовив артикуляционный аппарат, речь становится чище и звук онлайн можно поставить. Ну все, всем пока-пока-пока. Мы с вами встречаемся через неделю. И у нас будет с вами четвертая встреча нашего марафона. Продолжение следует...